Вопрос фракции ЛДПР. Никита Сергеевич, пожалуйста. Уважаемый Николай Викторович, центром субъекта нашего региона является город Рязань. Проблема с общественным транспортом набирает все большие обороты. Коммерческий транспорт преобладает надмуниципально. Мы понимаем, что город самостоятельно из этой ситуации выйти не может. То, что нам дали из соседнего региона, это ни в какие ворота не лезет. Из около 90 троллейбусов только 30 вышли на линию. Нам нужно модернизировать троллейбусную сеть. Нам нужно покупать свои новые троллейбусы. Пока весь мир переходит на экологический транспорт, мы берем старые московские автобусы на дизеле, которые не соответствуют европейским экологическим стандартам. Вчера во время инспекционной поездки депутатов Рязанской городской думы на МУП УРТ Рязани директор предприятия озвучил, что перевозчик вместо того, чтобы инвестировать деньги в покупку нового общественного транспорта, вынужден этими деньгами покрывать кассовый разрыв. Из-за того, что правительство области вовремя не перечисляет деньги за льготные категории граждан. А на вчерашний день эта сумма была порядка 15 миллионов. Николай Викторович, как правительство области планирует помочь администрации города Рязани в модернизации и расширении троллейбусной сети? А вследствие этого и закупки новых троллейбусов, а также автобусов большого и малого класса? Я уже говорил про количество, и на самом деле те автобусы и троллейбусы, которые мы получали из Москвы, это была необходимая мера для того, чтобы автопарк совсем не перестал существовать. Представляете прекрасно, что еще в 2017 году у нас фактически ржавые гармошки и карусы ездили по дорогам города Рязани. И сейчас, конечно, мы этого уже безобразия не увидим. Тем не менее, конечно, мы будем продолжать поддерживать и управление троллейбуса. Однозначно, мы не дадим его, что называется, в обиду. Единственное, что, конечно, необходимо, это наладить системную работу в этом отношении. Я уже говорил в своем обращении в этом отношении к городу, если у нас действительно 30% всего автобусов выходят на линию, и к этой работе они готовы в ограниченном виде, то, наверное, все-таки люди недостимулированы от управления троллейбуса, потому что у них нет никаких в данном случае мотивов к тому, чтобы выходить на работу. То есть, что зарплата ему идет человеку, водителю или ремонтнику, когда автобус стоит и не выезжает на линию, что когда автобус используется по прямому назначению. Поэтому, конечно, здесь нужна определенная реформа, и приобретение новых автобусов, тоже я сказал о том, что мы с ВВРФ работаем сейчас, и троллейбусов, это тоже наш приоритет на будущее. То есть, мы обязательно это будем делать и в дальнейшем. Что касается поддержки, то порядка 80 миллионов рублей в год мы выделяем как раз на поддержку наших автотранспортных предприятий за перевозку льготных пассажиров.